30-ти градусные морозы в Павлоградском районе Омской области. Мать-одиночка и ее 13-летний сын. Инвалид пытаются выжить в ветхом доме. Его уже и аварийным назвать сложно. Он наполовину развалился. Летом здание подтопило из-за сильных ливней. Чтобы вывести воду, она стояла почти по колено. Женщина была вынуждена пробить дыру в стене. Теперь же отсыревший дом промерз и протопить его невозможно. Да и дрова купить не на что. Другого жилья у семьи просто нет. Как вышло, что больной ребенок и его мать оказались брошенными практически на улице, разбиралась Ольга Качкурова. Если бы не дым из трубы и развешенное во дворе белье, представить, что провалившийся в землю по самые окна дом жилой, было бы сложно. Внутри провисающий потолок со вздыбленной штукатуркой, гнилые стены и адски холодно. В доме у Динары Саята Монаповых мы снимаем всего минут 40. Все это время топится печка. Но дом, так и не высохший после летнего подтопления, не прогревается. Мне холодно в двух кофтах и лыжных штанах. Саяту 13 лет. У него ДЦП с осложнениями. Если озвучить его медицинский диагноз полностью, одно название займет несколько минут. Он не ходит, не сидит, по ночам кричит от сильной боли из-за судорог. Его мама Динара с рождения Саята борется за жизнь сына с болезнью, за существование с бедностью и с государством, за жилье. Все? Заморс? Сколько еще будет трястись? В развалившуюся землянку в Павлоградке из родительского дома Динара переехала, чтобы быть ближе к больнице и федеральной трассе. В родном ауле до остановки 6 километров по степи. Туда и скорая не приезжает. Хозяева этого дома жить разрешили бесплатно, но в прописке отказали. Оформить регистрацию удалось в Омске. Там же Динара и встала на учет как нуждающаяся. И даже в суде доказала свое право на получение жилья вне очереди. Квартиру им действительно предложили, но на четвертом этаже в доме без лифта. Для Саята это означало тюрьму. И женщина отказалась. Так же, как и от комнаты в общежитии. Чиновники такое решение назвали капризом. Больше вариантов не предлагали. А потом и вовсе оказалось, что администрация города к ситуации отношения уже не имеет. В настоящее время, учитывая, что обеспечение жилищных прав инвалидов, больных хроническими заболеваниями, является обязательством Омской области, соответственно, мы обратились в арбитражный суд с требованием о взыскании с Омской области денежных средств на приобретение жилого помещения семье Монаповой. Судебная тяжба продлится не менее полугода. А это значит, зимовать Монаповым придется в Павлоградске. А ведь у семьи нет даже дров. И купить их не на что. Заместитель главы районной администрации Дмитрий Дизер на камеру пообещал помочь Монаповым топливам. Но дров Динара и Саят пока не увидели. А тем временем синоптики предупреждают, эта зима побьет все минусовые температурные рекорды последних лет. Ольга Качкурова, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск. Новости. 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 Новости